А ложка и железо? Кто-то может холодильник сломать или кухня? Ешь яйцо. Приятного аппетита! Весна наконец-то наступила в момент, когда пригождаются шторы, потому что солнце утром светит мне прямо в глаза, когда я что-то на кухне пытаюсь приготовить, так как дети дома надо теперь часто, ну как минимум суп, второе, третье, что-то такое. И готовка у меня обычно по утрам, естественно, так что шторки-шторки, хоть чуть-чуть, но меня спасают от ярких лучей. Как бы я не пыталась закрыться от солнышка, все равно оно светит достаточно ярко. Ну, в общем-то, мы всегда привыкли закупаться едой, на пару недель вперед, так что у нас в плане заморозки все дома есть. Единственное, что в магазин ходим докупать что-то свежее, типа фруктов, и то вот сейчас только закончились яблоки, бананы, вот дети просят. Готовлю я что-то типа чахахбили из курицы, сейчас ее обжариваю, потом добавлю лук, помидорки, и буду все это дело тушить, буду подавать с рисом, надеюсь, что хватит на пару дней. И суп, здесь будет тоже курица, цветная капуста, брокколи, ну, что-то такое. Вообще, мы сейчас переживаем такие странные времена, и все чаще и чаще звучат такие слова, ну, по крайней мере, в нашей стране, как карантин и самоизоляция, ну, в других странах там ситуация, возможно, похуже. Не буду никак комментировать, наверное, но хочу сказать, что быть радикальным домоседом в данной ситуации, это прям хорошо. Я всегда знаю, чем я могу заняться дома. И уж тем более с детьми нет никаких проблем. Мы и читаем книги, и выполняем какие-то задания по рабочим тетрадкам, просто рисуем, лепим, играем в настольные игры, общаемся с друзьями по скайпу, вечером вместе смотрим кино или играем в приставку, в конце концов, вместе готовим, убираемся, не скучаем. Ну, и вот ко всему к этому я все давно не могла найти повода вам показать новую книжку свою. Показывать ее надо исключительно на фоне Ирбиса, так что давайте снова. Так как книжка про собак, показывать надо исключительно на фоне собаченьки. Ну и собаченька ее поддержит, как подставочка. Так вот, это у нас Джек Лондон «Зов предков». И сейчас в кино, в кинотеатрах как раз идет фильм. Одноименный «Зов предков», трейлер также есть в сети, можно посмотреть. Мне кажется, книжка будет отличаться от кино, и кино, естественно, будет отличаться от книжки, ну, просто по мотивам. Это такое коллекционное подарочное издание, и, конечно же, оно от интернет-магазина лабиринт.ру. В «Лабиринте» сейчас проходит суперакция, но о ней в конце, после того, как я покажу книжку. У Джека Лондона одно из моих любимых произведений, Мартин Ниден. Ну и когда «Зов предков» в детстве я также читала, тоже была под впечатлением. Что интересного в этой книге, почему мне она так нравится? Во-первых, здесь не только, ну, скажем так, сама повесть, но и дополнительные материалы, то есть объясняется, где что происходит, какие названия, карты, какие-то исторические сноски. Помимо того, что читаешь, параллельно еще и пополняешь багаж знаний. Детям здесь особенно нравятся вот эти элементы, открывающиеся дверцы, странички. В разрезе паровоз. Здесь настолько все продумано, что вплоть до такой вот вырезки газетной сделано. Все это тоже можно почитать, все это не просто так здесь нарисовано. Здесь, например, момент, когда собака впервые ищет себе место, где же поспать на улице, и в палатку его не пустили, все собаки пропали, где же они? И он потом находит, что они все вырывают себе ямки в снегу и там прячутся. Или вот тут на странице сноска про костры, то есть как можно сложить разные виды костров и как они горят в таком виде. Наверное, один из самых любимых разворотов у моих детей. Как я и упоминала ранее, различные карты. Собака, ее скелет, поиск золота, прямо на самой страничке. И сносочка. Мы даже можем развернуть колчан и посмотреть на стрелы. Стоит ли говорить, что таких сюрпризиков на протяжении всей большой книги очень много. Даже пистолет, смотрите, есть в разрезе. За такие потрясающие красочные издания Лабиринту, конечно, выражаю огромное уважение. Плюс в Лабиринте сейчас потрясающая акция, которая очень актуальна в наше непростое время. А именно, бесплатная курьерская доставка до конца марта при заказе от 100 рублей. Чтобы лишний раз не выходить на улицу, не стоять в очередях, в пунктах выдачи, курьерская доставка, тем более бесплатная, это супер. Помимо всего прочего, у меня промокод есть. Мира книги. Поэтому промокода вы получите фиксированную скидку, в 25%. Единственный момент, она не суммируется с накопительными скидками на сайте или с другими акциями. Я думаю, это и так понятно. Но мне будет очень приятно, если вы воспользуетесь именно моим промокодом. Надеюсь, информация для вас актуальная, ну и повод посмотреть себе новую литературу или какие-то книги. Мне кажется, про книжки я вроде все рассказала. Просили тут недавно показать наши книжные полки, но на самом деле книжек у нас особо-то и не прибавилось. А что вы делаете? Простите. Я ем. О, теннис? А я ем. Я покупаю. Молодец. Получается? К варианту, как развлекаться с детьми дома. Мера, не идешь, Глян, все время нет. Ты не боишься руку себе случайно накачать? Спортсмен мой. Будут потом мышцы болеть. Выглядит смешно. Теперь ты, пап. Теперь ты, пап. Подставили славу. Книжки сейчас вообще плачевно выглядят. Я все мечтаю о книжном шкафчике для девочек. И вообще мечтаю о переделке детской. Но пока нет возможности. Всех победи. У тебя тут такая команда поддержки сзади. Чавкающая. Ам-ням-ням-ням. Ух ты. А тут разные? Ну, бой, лыжи. Из лука пострелять. Бокс есть. Ого. Мы наконец-то дочитали Незнайку. Нам эту книжку одолжили. Это еще советская, насколько я понимаю. Цена здесь не написана в рублях. Как это часто бывает. В идеальном, мне кажется, состоянии. Но мы очень старались ее сильно не замусоливать. Вот на лабиринте есть такие в продаже с разными иллюстрациями. Есть именно с такими. Ну, возможно, верстка немножко другая. Но все очень-очень похоже. О! Кто узнает, что это? О, да. Времена. О, времена у нравы. В общем, любая классика, но лабиринте есть, к слову. Суп сварила. Ужин-обед приготовила. Можно пойти и гулять. За последнюю неделю у нас, наконец-то, плюсовая температура, солнечно, приятная погода, практически нет ветра. Мы идем гулять с девчонками. Должна сказать, что девчонки у нас дома не по причине того, что карантин, паника, мы все умрем. Нет. Одна болеет, вторая уже за компанию сопливится. Так что посидим, пока все это точно не пройдет. Тем более, межсезонье это всегда период ОРВИ и прочей гадости. Дабы прогулка была максимально на свежем воздухе, мы на самокатах решили покататься. Просто пора еду. Нет, это мой самокат. Все, вперед и до свидания. Мама, подержи. Вот так девчонки дорогу переходят. Правильно. У нас здесь сделали велодорожки. И мы просто гуляем по такому квадрату, получается, да? Дети у меня, конечно, мелкие принцесски, ну и большие свинюшки. Это обед после прогулки. Сейчас они пойдут спать. После обеда девчонки проснулись в хорошем расположении духа. Мультики вам включить пока что? Да! Чем будем заниматься после того, как вы попьете какао? Играть, смотреть, мультики над визой. И какао. Или какао еще? Стой, поставь! Хорошие. Стой, стоп! А как же мультики? Закончится уже какао, а мультиков нет. Сейчас мультики вам поставлю. Да, я совсем забыла про игру на музыкальных инструментах. Отлично. Азэ? Ты попробуй. Фа! Ты попробуй. Пока. Теперь я. Мы тут с ума сошли. Мы начали пересматривать лост, остаться в живых. Я ненавижу этот сериал. Просто ненавижу. Настолько он под конец сумасбродный, нелогичный. Ну, зараза, каждая серия заканчивается таким интересным моментом, что ты как идиот смотришь дальше. А еще у нас, у меня мама заболела. Ничего серьезного. Обычное ОРВИ, ну, тоже как-то на фоне всего происходящего и нашего интересного мира, это неприятные были известия. Предлагали свою помощь, там, в аптеку сходить или с собакой погулять, но она от всего отказывается. И ехать вроде как к ней тоже вот сейчас не хотелось бы болеть или хватать еще чего-то. Так что выжидаем. Просто на связи. Сейчас произойдет что-то невероятное. Лучший сериал просто. Я так протираю яблочки, помытые, а Зоя на фоне мне танцует. Это тоже я удивлялась. Мне показывало видео, как я мою яблоки, там, мандарины, и спрашивали, а зачем вы мандарины моете? Типа, с них все равно же шкурку снимают. Ну, не знаю, я всегда мою. И бананы мою, например, с мылом. Вытираю насухо, кладу. Может быть, из-за этого все фрукты меньше хранятся, ну, как какую-то там лоской, не знаю, смываешь или еще что-то. Но мне так лично спокойнее. И вообще, со всей этой историей такое впечатление создается, что многие люди впервые узнали, для чего там нужны дезинфекторы, к примеру, для рук, что есть там антибактериальные салфеточки, например. Ну, то есть я тут не с ума схожу я, естественно, после улицы не обливаюсь антисептиком, но какие-то меры гигиены я всегда стараюсь соблюдать. Тем более, ждите, думают, собака не вручает. Вот собаку разве что в антисептике еще не покупаем после прогулки. Хотя, мне кажется, до этого может дойти. Моя зайка. Моя зайка! Девочки, мы вас спать положили. Спать! Нет, я хочу заснуть. Если вы хотите заснуть в нашей кроватке, засыпайте, только тихо. Папа вас перенесет потом. Я очень рада за вас, что вам тут очень весело. Но надо спать. Я все вижу. Я все вижу. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.